Эти кадры были сняты на камеру мобильного телефона еще вчера. Спецборд летит из Москвы в Бишкек. 378 карагастанцев возвращаются на родину. Можно я сниму на видео? Просто с посольства попросили отправить. Вот многие граждане хотят спать, а там у кого-то ребенок плачет. А тут плачет женщина. Кто-то из близких остался в Москве. Но из-за скандала в аэропорту чартерный авиарейс Москва-Бишкек вылетел не полностью загруженным. Вот всех нормальных здоровых забрали. Они улетели на самолете. А я остался здесь с двумя детьми. В описании к этому видео говорится, что в аэропорту остался ребенок с ДЦП. По официальным данным, на родину должны были вернуться 402 человека. Вместо этого борт вылетел с 379 пассажирами. Сообщается, что на регистрации скандал устроила молодежь. Они не пропускали больных, пытались прорваться первыми. Аэрофлоту надоело это неразбериха. Они просто прекратили регистрацию и отправили не полностью загруженный самолет. В числе прилетевших есть 116 тяжелобальных кыргызстанцев, 8 инвалидов, 36 пожилых людей, 77 беременных, 78 родителей с несовершеннолетними детьми. В депредставительстве рассказали, еще более тысячи граждан с проблемами здоровья. Беременные и дети находятся в очереди. Кыргызские дипломаты весь май твердят о неких политиках, НПО или организациях, обещающих мигрантам возвращения на родину. Хотя этим может заниматься только МИД Кыргызстана. Вот что, например, 17 мая написало посольство Кыргызстана в России. К сожалению, более 500 кыргызских граждан, находящихся на данный момент в Бузулукском районе Оренбургской области, стали заложниками дезинформации некоторых политиков и представителей НПО. Это же посольство сообщило о мошенниках, продававших кыргызстанцам фальшивые билеты. В посольство Кыргызстана в России обращаются наши граждане, которые были обмануты неизвестными лицами, продающими фальшивые билеты на самолет и на автобусы до Оренбурга и Кыргызстана, составляют списки граждан, желающих вернуться на родину, подделывают документы, а также миграционные карты и регистрации. При этом МИД и посольство Кыргызстана в России не называют никаких конкретных имен и не описывают, в чем именно заключалась дезинформация, почему люди поверили в нее и стали приезжать в город Солилецк в Оренбургской области. Подробно не говорится и о мошенниках. Приехала в Москву в декабре, 13 декабря. Вот ее ребенок, она еще беременная. Сами же мигранты, оставшиеся в Солилецке, говорили, что в двух организованных метавтобусах до Бишкека места продавались и на них смогли уехать те, у кого были деньги. Правда, у границы 50 из них якобы высадили из-за того, что их не было в утвержденных списках. У всех были деньги, но забрали тех, у кого их было больше. За каждого пассажира собрали по 3000 сомов. Некоторые вовсе отдали по 5000. Представители Кыргызской диаспоры уехали, оставили нас посреди поля. Вместе с тем правительство выделило всего 20 миллионов сомов, чтобы помочь каргызстанцам за рубежом. 10 миллионов из выделенной суммы ушли на оплату хостелов. Такие цифры во время отчета правительства перед парламентом озвучил глава Кабмина Мухаммедкалы Аблгазиев. Он же озвучил сумму, которую за прошедший год мигранты из Кыргызстана выслали на родину. Это около 2,5 миллиардов долларов. Депутаты раскритиковали Аблгазиева за недостаточную помощь мигрантам. Тем временем, мигранты все чаще собираются у здания посольства Кыргызстана в России, требуя вернуть их домой. Центр распространения коронавирусной текции просит соблюдать здравую администрацию. Полиция старается контролировать происходящее. Когда на входе возникла давка, они вмешались и оттеснили толпу от входа. Ну а этот палаточный городок на обочине трассы Оренбург-Самара в Базулукском районе появился несколько дней назад. Более 500 граждан Кыргызстана ночуют под тентами, в машинах или просто под открытым небом. В области есть еще три узбекских лагеря мигрантов, которые тоже верили, что смогут вернуться домой. Приехали, нас не пустили. Остались пять дней. Тогда еще палаток не было. Они лишились работы в России из-за карантина. Пытались улететь домой. Но Россия 30 марта закрыла границу и прекратила авиасообщение с другими странами. Прождав помощи более месяца, люди решили прорваться домой по земле, через Оренбургскую область и Казахстан. Но через границу их не пропускают. Сколько вы здесь будете еще находиться, сказали? Пока неизвестно, ничего не говорят. Сами мигранты в лагере утверждают, что анализов на коронавирус у них никто не брал. Больных среди тех, кто ждет отъезда на родину, нет. Жители палаточного городка не раз записывали видеообращение к руководству Кыргызстана с просьбой помочь им вернуться на родину. Ответ один и тот же. Вопрос решается. Со 2 февраля по 16 мая в Кыргызстан вернулись 10 138 наших граждан. Кыргызстанцы возвращены из Китая, Кореи, Саудовска, Аравии, Индии, России, Таиланда, Шри-Ланки, Оаэ, Египта, Турции, Малайзии, Ирана, Кувейта, Катара, Японии и Германии. При содействии казахстанской стороны удалось эвакуировать 437 граждан Кыргызстана. Кроме того, через контрольно-пропускные пункты Кчонг-Капха, Ахтилек, Достук, Кулунду, Кызылбель в Кыргызстан вернулись 1059 граждан в пешем порядке. В ближайшее время ожидается эвакуация наших граждан из Москвы и Беларуси. До конца мая 2020 года будут организованы чартерные авиарейсы из Москвы, Оренбурга и Новосибирска. Штаб при посольстве Кыргызстана в России просит граждан, желающих выехать в Оренбургскую область, надеждой пересечь российско-казахстанскую границу, воздержаться от этого. Иначе они могут попасть в затруднительное положение. Граница закрыта решением правительства Казахстана. Кубат Хуанч Пекулу, Диас Сакимбаев, НТС.